Приветствую, дорогие мои подписчики канала Очки Веронички Многие спрашивали у меня, попросили показать ночной Крымский мост Вот появилась возможность, сейчас покажу Как ночью выглядит мост Во-первых, дорога обалденная Все освещается В принципе, можно не смотреть на дорогу Едешь, главное следить за знаками, за разметкой Она по 119 Как же приятно ездить по таким хорошим дорогам После моста там еще ремонт идет Да, там вообще не все так гладко От ЮПК до моста и вот еще мост Все это идеальная дорога Так называемая Таврида Машин практически вообще нет Проехали уже 230 км Встретилось от силы 10 машин Шикарное освещение Кстати, очень часто Едем И вот так вот светло Практически всю дорогу Вот 260 км проехали Практически постоянно светло Все освещается Дорога идеальная Да 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 Да, да, я сказал Здесь В mojej В carreter Вместо В гост Контроля Место Здесь Крымский мост со стороны Вместо В Крым Вместо Сейчас будет Контроль Включен По Заезжаем на Грунский мост, в начале и конце моста, пункты контроля. Мы сейчас проскочили, никто не остановил. Вот и самая главная достопримечательность моста, арки. Ночью, кстати, мы видим их впервые, да? Первый раз мы едем ночью по Крымскому мосту. Укна, конечно, не совсем идеально чистые. Ой, а вот луна как светит красиво. Кстати, сегодня полнолуние. Сегодня у нас 15 мая. Уже 16 мая. Уже 16 мая. Два часа ночи. 16 мая, 22 мая. Два часа ночи. Два часа ночи. Ой, какая красота. Ааааааа. Аааааааааа. Совершенно не знача. Вот такая вот дорога нас сопровождают. Машин включения. Да, я уже сказала, машин нет. Ну, навстречу еще более-менее едут, а мы едем одни. Железная дорога. Луна нас сопровождает. Все хорошие дороги нам. Ну, вот кто-то хоть с нами едет. Не одними путешествиями. За бортом 15 градусов. Обозначение ограничения скорости на мосту максимально 90 километров. Параллельно нам идет железная дорога. Три года назад, когда впервые поехали по мосту, она еще только достаивалась. Съезжаем уже с моста на материку. В ночных поездках тоже есть свой кайф. Пустая дорога. Не жарко. Хотя сейчас уже, в принципе, и плюс 15. Нужно выйти на улицу и побалдеть. Так как у нас еще маленький ребенок, он всю дорогу спит. Это вообще кайф. Так что едем и балдеть. Вот съезжаем. Сейчас будет в конце моста тоже пункт контроля. Но он будет с другой стороны. А мы едем дальше. Проехали пункт контроля с противоположной стороны. Все машины, которые ехали нам навстречу, всех останавливали. Ехали мы на Таманский полуостров. Очень, конечно, красиво посмотреть. Все так светится. Красиво, шикарно. Все. Видно даже. Днем вот едешь, не замечаешь. Какие-то маленькие там городочки. Мы даже вот только что проезжали в Феодосию. И ощутили, насколько она большая. Хотя до этого думали, большая деревня. На это смотрим большой городок. Надо будет заехать и в Феодосию. Кто отдыхал в Феодосии, напишите как там. Не стоит ли летом туда проехаться. Не стоит ли летом туда проехаться. Что после проезда Крымского моста в Керчи будет заправка. А потом по всей трассе в Таврите почти 200 км до самого Симферополя не будет ни одной заправки. Поэтому обязательно обратите на это внимание и будьте заправлены. И еще хочу сказать то, что на Крымском полуострове бензин дороже. Стоит топливо 58 рублей за литр. А на материке точно такой же 52 рубля. Заправляйтесь там и экономьте. А вот и закончилась хорошая дорога. И началась такая, как мы любим. Без освещения едешь, вылупившись на дорогу, смотришь. Только мы любим, чтобы еще ямки нас сопровождали. Но пока есть ровно здесь. И разметки даже еще видно. А то у нас в принципе разметок часто нет. Вот к такой дороге мы привыкли. И в конце дороги встречаем у вас вот солнце. Как же красиво за этим находаться. Вот и солнышко. Видна только половинка его. Всем хорошего дня.